Честность, лучшая политика. Джон Гардон. Тагабар Ларнемискулюс Веверф Баргакс Фенигвестнака. Это было Длинное имя и важный титул, и он Гордился ими. Титул студ значил Примерно, – Верховный Шериф, Адмирал Фенигвестнака, а Фенигвестнак Был богатый и значительный Планетой в Империи Дэл. Титулы Имя выглядели внушительно на документах А документов подписывать Нужно было множество. Сам Тагабар был превосходным С экземпляром своей породы, воплощавший Силу и гордость. Как у черепах На земле у него был и наружный И внутренний скелет, хотя Это было все, что придавало ему Сходство с черепахами. На вид он Был похож на человека, нечто Среднее между средневековым рыцарем В лотах и кореностым рэгбистом, Одетым для выхода на поле. Цвет у него был, как у хорошо Сваренного рака, и на суставах Наружного скелета переходил в Темный пурпур. Одежда состояла Только из коротенькой юбочки, Расшитой причудливыми узорами и Усыпанной сверкающими драгоценными Камнями. Эмблема его сэна была Выгравирована золотом на переднем И заднем панцире, так что его Можно было узнать, когда он входил И когда выходил. Словом, это была довольно внушительная Фигура, несмотря на Рост всего пять футов два дюйма. Как командир собственного звездолета И исследовать планеты, подходящие для колонизации народом Дыл. Он усердно занимался Этим уже долгие годы, в точности Следуя общей инструкции, как и Должен делать хороший командир. И дело стоило того. В свое Время он нашел несколько неплохих Планет, а эта была самым лакомым Кусочком из всех. Глядя на увеличительный экран, Он удовлетворенно потер руки. Его Корабль плавно вращался по орбите Высоко на дно в открытой планетой. А экран был наведен на местность Внизу. Ни один корабль Долов еще Не бывал в этой части галактики, И было приятно найти подходящую Планету так быстро. Великолепная планета! Сказал Он. Восхитительная планета! Смотрите, какая зелень! А синева Этих морей! Он повернулся к Лейтенанту Пельквешу. Как ты Думаешь? Разве это не чудесно? Конечно, чудесно, ваше великолепие! ОТВЕТИЛ ПЕЛЬКВЕШ! Вы за нее получите еще одну награду! Тагобар начал что-то говорить Но неожиданно остановился. Его Руки рванулись к рычагам управления И вцепились в переключатели Мощные двигатели корабля взревели От перегрузки, когда корабль повис Неподвижно относительно планеты Внизу. Пейзаж на увеличительном Кране остановился. Тагобар подрегулировал увеличение Изображение начало расти. Вот! Сказал командир. Пельквеш Что это такое? Вопрос был чисто риторическим Изображение, заслоняемое колеблющимися Течениями в двухстых с чем-то Милях атмосферы, едва мерцало На экране, но нельзя шестило сомневаться В том, что это какой-то Город. Лейтенант Пельквеш так и Сказал. Чума его возьми! Проворчал Тагобар. Занятая планета. Города Строят только разумные существа. Вот именно, Согласился лейтенант. Оба они не знали, что делать. Лишь несколько раз за всю долгую Историю Виллафами были обнаружены Разумные существа, но под Владычеством Империи они постепенно Вымерли. Ни одна из этих рас, Стати, и не была особенно разумной. Придется запросить общую Инструкцию, – сказал, наконец, Тагобар. Он перешел к другому экрану, Включил его и начал набирать Цифры кода. Глубоко в недрах корабля медленно Пробудился к жизни робот Общей инструкции. В его обширной Памяти таились десять тысяч лет накопленных И упорядоченных фактов Десять тысяч лет опыта Империи, десять Тысяч лет окончательных решений По каждому вопросу. Это было бы лыше Чем энциклопедия, – это был Образ жизни. Робот по самым строгим правилам Логики проверял свою память, пока не нашел ответ на запрос Тагобара, тогда он передал данные На экран. «Гммм, – произнес Тагобар. – Да. Общая инструкция 333953216А, Глава ММСМХ 9, Параграф 402 После шесть наружений разумной или Л разумной жизни взять для исследования Случайно выбранный образец. Избегать других контактов, Пока образец не будет обследован Согласно психологической дирфактиве 659, раздел 8888-077-д, под Руководством главного психолога. Данные сверят с общей инструкцией. Если нечаянный контакт уже Произошел, справится вое 472-678 АРС, Глава МММСХ, Параграф 553. Образцы следует брать Соответственно. Он дочитал общую инструкцию и Тогда повернулся к лейтенанту. «Пелеквеш, готовьте вспомогательную Лодку, чтобы взять образец. Я уведомлю психолога Зиндоплита, Чтобы он приготовился!» «Звездочка-звездочка» Эд Магрудер глубоко вдохнул Весенний воздух и закрыл глаза. Воздух был преоткрасен, он был пропитан Пряными ароматами и сочными Запахами, хотя и чуждыми, но казавшимися Почему-то родными, более Родными, чем земные. Эд был высок и худощав, с темными Волосами и блестящими кариями Глоэми, которые будто щурились От скрытого смеха. Он открыл глаза. Город еще не Спал, но темнота наступала быстро. Эд любил свои вечерние прогулки. Но бродить в полях после Сумерек было на неюгаво и опасно Даже сейчас. Здесь были маленькие Ночные твари, мягко порхающие в Воздухе и кусающиеся без предупреждения. Были и более крупные Хищники. Эд направился обратно к Городку Нью-Хилла, построенному на Месте, где человек впервые ступил На новую планету. Магрудер был биологом. За последние Десять лет он обшарил с Полдюжины миров, собирая образцы, тщательно анатомируя их и занося Результаты в записные книжки. Медленно звено и звеном Составлял Он схему, схему самой жизни. У него было много предшественников, вплоть до Карла Линни, но Никто из них не понимал, чего им Не хватает. В их распоряжении был Только один тип жизни, земная Жизнь. А вся земная жизнь в конечном Счете однородна. Из всех Планет, какие он видел, неюгавая Нравилась ему особенно сильно. Это была единственная планета, кроме Земли, где человек может Ходить без всяких защитных одеяний, по Крайней мере, единственная Из до сих пор открытых. Эд услышал над головой слабый Свист и взглянул. Для ночных тварей Еще рановато. И тут он увидел, что это вовсе Не ночная тварь, ста какой-то шар Вроде металлического. На поверхности шаров вспыхнуло Зеленоватое сияние, и для Эда Магрудера все исчезло. *** Тагобар Верф бесстрастно смотрел, как лейтенант Пельквеш вносит Бесчувственный образец в биологическое Испытательное Отделение. Образец был странного Вида, пародия на живое существо С мягкой кожей, вроде слизняка Бледного, розовато-смуглого цвета. С отвратительными плесенеподобными Разрастаниями на голове и в Других местах. Биологи приняли образец и начали Работать над ним. Они взяли Для исследования кусочки его кожи, Немного его крови и сняли показания Электрических приборов с Его мышц и нервов. Земдоплит, главный психолог, Стоял рядом с командиром, Следя За процедурой. Для биологов это была стандартная Процедура, они работали Так же, как и со всяким другим Поступавшим к ним образцом. Но Зендоплиту предстояла работа, которую До сих пор ему не приходилось Выполнять. Ему предстояло Работать с мозгом разумного существа. Но он не тревожился, в руководстве Было записано все, каждая Мелочь стандартной процедуры. Тревожиться Было ни о чем. Как и со всеми прочими образцами Зендоплит должен был расшифровать Основную схему реакций. Каждый данный организм способен Реагировать только определенным Очень большим, но ограниченным Количеством способов, и эти способы Можно свести к основной схеме. Чтобы уничтожить какую-нибудь Породу существ, нужно только найти Их основную схему, а тогда задать Им задачу, которую они по Этой схеме не смогут решить. Все Это было очень просто, и все записано В руководстве. Тагобар повернулся к Зендоплиту. Вы действительно думаете, что Он сможет научиться нашему языку? Зачатком его, ваше великолепие, – ответил психолог. Наш язык в конце концов очень сложен. Конечно, мы попытаемся обучить его всей системе языка, но сомневаюсь, чтобы он мог усвоить значительную часть. Наш язык основан на логике, как на логике основана сама мысль. Некоторые из низших животных способны к зачаточной логике, но большинство не способно понять ее. – Хорошо, мы сделаем все, что Сможем. Я сам допрошу его. Зендоплит удивился. 1- Но, ваше великолепие, все 6вопросы подробно записаны в руководстве. 3Тагобар верфь нахмурился. 4- Я умею читать не хуже вас 5Зендоплит. 0Так как это первый образец 0плуразумной жизни, обнаруженный 0за последнюю тысячу лет, 0то я думаю, что допрос должен 3проводить сам командир. 1- Как вам угодно, ваше великолепие, – согласился психолог. 1Когда биологи закончили работать 9с Эдем Магрудером, его поместили 2в языковый бункер. 1На 6глаза ему установили световые 2прожекторы, фокусированные на его 6сетчатках, в уши вставили акустические 2устройства, повсюду на теле 2прикрепили различные электроды, 9на череп наложили тонкую 2проволочную сеть. 2Потом ему 2впрыснули в кровь специальную сыворотку, 6изобретенную биологами. 8Все это было проделано безукоризненно 9точно. 2Потом бункер закрыли, 9и был включен рубильник. 9Магрудер смутно ощутил, что 9всплывает откуда-то из темноты. 8Он увидел странные, омарообразные 7существа, двигавшиеся вокруг него, 9а в уши ему нашипывались и 9набуйкивались какие-то звуки. 9Постепенно он начал понимать. 9Его учили осознавать 6предметами и действиями. 4… 8эт Магрудер сидел в маленькой 9комнатке, размером четыре на 6шесть футов, сидел голый, как 6червь, и смотрел сквозь прозрачную 5стену, на шестерку чужаков, 9которых так часто видел за последнее 7время. 8У него не было никакого понятия 9о том, долго ли его учили 9языку, он был как в тумане. 7- Ну вот, – подумал он, – я набрал 7немало хороших образцов, а… 9теперь сам попал в образцы. 9Он 9вспомнил о том, как поступал со 7своими образцами, и слегка 9вздрогнул. 9Ну, да ладно! 1Он попался. 9Остается 9только показать им, как 5нужно себя вести, сжать губы, выше 7голову, и все такое. 1Одно из существ подошло к панели 6с кнопками и надавило одну 7из них. 8Тотчас же Магрудер устали 7слышны звуки из комнаты по ту 7сторону прозрачной стены. 8Тагобар Верф взглянул на образец, 7потом на листок с вопросами 8у себя в руке. 8- Наши психологи обучили вас 8нашему языку, не так ли? 9- Холодно 8спросил он. 5Образец замотал головой вверх 6и вниз. 8- Да. 8И я называю это принудительным 7кормлением. 8- Очень хорошо. 1Я должен задать 2вам нисколько вопросов, вы 6будете отвечать на них правду. 2- Ну, разумеется, 6- любезно ответил 6Магрудер. 0- Валяйте. 8- Мы можем узнать, когда вы 6лжете, – продолжал Тагобар. 8- Вам 3придется плохо, если вы будете 8говорить неправду. 5Так вот, как 6Ваше имя? 9- Теофилуск. 9Гассенфифер, – вкрадчиво 7произнес Магрудер. 0- Зиндоплит взглянул на задрожавшую 7стрелку и медленно покачал 9головой, переводя взгляд на Тагобара. 9- Это ложь, – сказал Тагобар. 9Абразец кивнул. 9- Ну, конечно. 5Словно и у вас 9машинка. 9- Хорошо, что вы признаете высокие 9качество наших приборов, – мрачно 9произнес Тагобар. 9- Ну, так как же вас зовут? 9- Эдвин Питер Сентября Джон Магрудер. 9Психолог Зиндоплит, следивший 7за стрелкой, кивнул. 9- Прекрасно! 9- произнес Тагобар. 9- Итак, Эдвин? 9- Эда будет достаточно, – сказал 1Магрудер. 8Тагобар удивился. 2- Достаточно, для чего? 1- Чтобы называть меня. 8Тагобар обернулся к психологу 1и пробормотал что-то. 9Зиндоплит 8ответил тоже бормотанием. 8Тагобар 8снова обратился к образцу. 9- Ваше имя? 9- Строго говоря, нет, – отвечал 1Магрудер. 9- Тогда почему мы должны называть 9вас так? 8Почему бы и нет? 9Другие называют, – ответил Магрудер. 8Тагобар снова посоветовался с 7Зиндоплитом и потом сказал 9- Мы вернемся к этому вопросу 8Позже. 8Итак. 9Гм. 8Эд, как вы 9называете свою родную планету? 8- Земля. 8- Хорошо. 8А как называет себя 9ваша раса? 0- Homo sapiens. 8- А что это означает, если означает 9что-нибудь? 9Магрудер подумал. 8- Это просто название, – сказал 7он. 8Стрелка заколебалась. 9- Опять ложь, – сказал Тагобар. 9Магрудер усмехнулся. 8- Я просто проверял. 9Это действительно 9машинка что надо. 9Синяя, содержащая медь кровь 7прилила к шее лицу Тагобара. 9Он 0Потемнело от сдерживаемого гнева. 9- Вы уже сказали это один раз, – зловеще 9напомнил он. 9- Знаю. 8Так вот, если хотите 7знать, Homo sapiens означает «человек 6разумный». 9В действительности он не сказал 9человек разумный, в языке 7делов нет точного выражения этого 9понятия и Магрудер сделал все, что мог, чтобы его выразить. 9В обратном переводе на английский 9это звучало бы приблизительно как 1существа с великой силой мысли. 9- Когда Тагобар услышал это, 9глаза у него раскрылись шире, и 8он обернулся, чтобы взглянуть на 1зендеплейта. 8Психолог развел своими 8скорлупчатыми руками, стрелка 9не двинулась. 8- Кажется, у вас там высокое 8мнение о себе, – произнес Тагобар, снова обращаясь к Магрудеру. 9- Возможно, – ответил землянин. 9Тагобар пожал плечами, заглянул 9в свой список, и допрос продолжался. 9Некоторые вопросы казались 9Магрудеру бессмысленными, другие явно были частью психологической 6проверки. 9Но ясно было одно – детектор 9лжи был максималистом. 9Если Магрудер 9говорил чистую правду, стрелка прибора не двигалась. 9Но 9Стоило ему солгать хоть чуточку, как она взлетала до потолка. 1Первые несколько лживых ответов 9прошли для Магрудера даром, но в конце концов Тагобар сказал 9- Вы лгали достаточно, Эд. 9Он нажал кнопку, и на землянина 9обрушилась сокрушительная волна 7боли. 9Когда она ушла, Магрудер 9почувствовал, что мышцы у него на 9животе превратились в узлы, что 9кулаки и зубы у него стиснуты, а 9по щекам струятся слезы. 8Потом 9его охватила неудержимая тошнота 9и рвота. 9Тагобар Верф брезгливо отвернулся. 9- Отнесите его обратно в камеру 9и уберитесь здесь. 7Сильно ли он 9поврежден? 7Зендоплит уже проверил свои 9приборы. 9- Думаю, что нет, ваше великолепие 9вероятно, это легкий шок, и только. 9Однако на следующем 9допросе нам все равно придется 9его проверить. 9Тогда мы узнаем 9наверное. 0- Звездочка-звездочка 1Магрудер сидел на краю какой-то 9полки, которая могла служить 9низким столом или высокой 9кроватью. 7Сидеть было не очень 9удобно, но ничего другого в камере 9не имелось, а пол был еще 2тверже. 8Вот уже несколько часов, как 9его перенесли сюда, а он все еще 9не мог опомниться. 1Это гнусное 9машина делала больно. 1Он стиснул 9кулаки, он все еще чувствовал 9спазм в животе 9и… 9И тут он понял, что спазм вызван 9вовсе не машиной, от этого-то 9он давно уже отделался. 9Судорожное напряжение было 9вызвано чудовищным, холодным, как 8лед, бешенством. 9Он подумал над этим с минуту, потом расхохотался. 9Вот он сидит, как дурак и бесится так, что доводит 7себя до боли. 9А от этого ни 9ему, ни колонии не будет никакой 6пользы. 9Очевидно было, что чужаки не 8замышляли ничего доброго, мягко 9выражаясь. 9Колония на Нью-Хилла насчитывала 6шестсот человек, это единственная 9группа людей на Нью-Гавае, не 7считай нескольких разведывательных 9групп. 8Если этот корабль попробует 9захватить планету, колонисты 9не смогут сделать ни черта. 8А что, если чужаки разыскали Землю? 9У него не было никакого 9представления о том, как корабль 9вооруженный какие у него размеры, 9но, по-видимому, место в нем было. 8Он знал, что все зависит от 9него. 8Он должен сделать что-то и 9как-то. 6Что? 1Не выйти ли ему из 9камеры и не напасть ли на корабль. 2Чепуха. 8Голый человек в пустой 9камере совершенно беспомощен. 9Но 6что же тогда? 1МакГрудер лег и долго раздумывал 9над этим. 9Потом в двери открылась панель, 9и за прозрачным квадратом 9проявилось красно-фиолетовое лицо. 9- Вы, несомненно, голодны, 9- Торжественно 7изрекло оно. 8- Анализ 9процессов в вашем организме 9показал, какая пища вам нужна. 8Вот, получите. 8Из ниши в стене выдвинулся 9кувшин порядочных размеров, от 9него исходил странный аромат. 9МакГрудер взял кувшин и заглянул 9внутрь. 9Там была желтовато-серая 9полупрозрачная жидкость, похожая 9на жидкую похлебку. 9Он обмакнул в 9нее палец, попробовал на язык. 9Ее 8вкусовые качества были явно ниже 9нуля. 9Он мог догадаться, что она содержит 0десятка-два различных аминокислот, 0сдюжину витаминов, 0пригоршню углеводов, несколько 0процентов других веществ. 9Что-то, вроде псевдопротоплазмического 9супа, высоко сбалансированная пища. 9Он подумал, нет ли в ней чего-нибудь 9вредного для него, но решил, что наверняка нет. 9Если чужаки 9захотят отравить его, им нет 9необходимости прибегать к хитростям, 9кроме того, это наверняка та 9самая бурда, которой его кормили 9во время обучения языку. 9Притворяясь перед самим собой 9что это похлебка из говядины, он 9выпил ее целиком. 1Может быть, избавившись 1от чувства голода, он 9сможет думать лучше. 8Оказалось, что это так и есть. 0- Звездочка-звездочка 8меньше чем через час его снова 9вызвали в допросную. 9На этот раз 9он решил, что не позволит Тагобару 0нажимать на ту кнопочку. 9- В конце концов, – рассуждал 9он, – мне может понадобиться солгать 9кому-нибудь и в будущем, если 8я когда-нибудь выберусь отсюда. 9Не нужно приобретать условный 8рефлекс против лжи. 8А судя по тому, как больно 8сделала ему машина, он видел, что 6после нескольких таких ударов 8вполне может получить условный 9рефлекс. 7У него был план. 8Очень смутный 8план и очень гибкий. 9Нужно попросту 8принимать то, что 5будет 6лагаться на счастье и надеяться 9на лучшее. 9Он сел в кресло и ждал, чтобы 7стена снова стала прозрачной. 9Он 9думал, что у него будет случай 9убежать, когда его вели из камеры 9в допросную, но чувствовал, что 9не сможет справиться с шестеркой 9панцирных чужаков сразу. 9Он не 9был даже уверен, что справится 9хотя бы с одним. 9Как справиться с 9противником, чья нервная система 9тебе вовсе неизвестна, а тело 9бронировано, как паровой котел? 9Стена сделалась прозрачной, и 9за ней стоял чужак. 9Мак Грудер заинтересовался, было ли это то самое существо, которое допрашивало его раньше, и, взглянув на рисунок на 9панцире, решил, что это то же самое. 1Он откинулся на спинку кресла, 9скрестил руки на груди и стал 9ждать первого вопроса. 1…Тагобар Верв был в большом 6затруднении. 9Он тщательно сверил 6психологические данные с общей 7инструкцией, после того как психологи 9свели их по руководству. 9Результаты сверток ему решительно 9не понравились. 9Общая инструкция говорила 9Раса такого типа никогда 9не встречалась в Галактике. 8В этом случае командир должен действовать 9Согласно ОИ 234-511-006 7Д, глава. 0ММССДХ, параграф 666. 8Просмотрев ссылку, он посоветовался 9С зендоплитом. 9- Что вы об этом думаете? 9- Спросил 9Он. 9- И почему у вашей 9науки нет никаких ответов? 9- Наука, ваше великолепие, – ответил 9зендоплит, – это процесс 9получения и координирования сведений. 9У нас еще нет достаточных 9сведений, это верно, но мы их получим. 9Нам совершенно незачем 9впадать в панику, мы должны быть 9объективными, только объективными. 9- Он 9протянул Тагобару еще 9один печатный листок. 9- Вот вопросы, которые вы должны теперь 9задать согласно руководству по 9психологии. 0Тагобар ощутил облегчение. 9Общая 9инструкция говорила, что в 9таком случае, как этот, 9дальнейшее 7действие будет зависеть только 9от его собственных решений. 8Он включил поляризацию стены и 9взглянул на образец. 9- Сейчас вы ответите на несколько 9вопросов отрицательно, 9сказал 9Тагобар. 9- Неважно, насколько 8правдивыми будут ответы, 9вы должны отвечать только 7нет. 1Ясно ли вам это? 2- Нет, 3ответил Магрудер. 9Тагобар нахмурился. 1Инструкции 7Ему казались совершенно ясными, 9но что случилось с образцом? 9Неужели 9он глупее, чем они думали 9раньше? 9- Он лжет, 9сказал Зиндоплит. 9Тагобару понадобилась добрая 9половина минуты, чтобы понять 9происшедшее, и тогда лицо у него 9неприятно потемнело. 8Но ничего не 8поделаешь, образец повиновался 8приказу. 9Его великолепие глубоко вдохнул 7воздух, задержал его, медленно 8выдохнул и начал кротким голосом 8задавать вопросы 2- Ваше имя Адвин? 9- Нет. 8- Вы живете на планете? 8- Вы живете внизу? 9- Нет. 1- У вас шесть глаз? 9- Нет. 8Через пять минут подобной беседы 9Зиндоплит сказал 9- Достаточно, Ваше великолепие, 9все сходятся, его нервная 9система не повреждена болью. 9Теперь 6Вы можете приступить к следующей 9группе вопросов. 9- Теперь вы будете отвечать 9правду, – произнес Тагобар. 9- Если 9нет, вы снова будете наказаны. 9- Это вам ясно? 0- Совершенно ясно, – ответил Эд- 9Магрудер. 0- Звездочка-звездочка, 9хотя голос его звучал совершенно 9спокойно, Магрудер ощутил 9легкую дрожь. 9Отныне ему нужно 9будет обдумывать ответы тщательно 9и быстро. 9С другой стороны, ему 7самому не хотелось слишком медлить 7с ответами. 9- Какова численность вашей расы? 9- Несколько миллиардов. 9- В 0Действительности их было около 4четырех миллиардов, но на языке 9даллов, несколько, было неясным 8обозначением для чисел свыше пяти, хотя и не обязательно таких. 9- Знаете ли вы точную цифру? 9- Нет, – ответил Магрудер. 9- Не 0С точностью до одного человека, – подумал 1он. 9Стрелка не дрогнула. 8Разумеется, разве он говорил неправду? 9- Значит, вся ваша раса не живет 9на земле? – спросил Тагобар, 9слегка отклоняясь от списка вопросов. 9- Не 9живет в одном городе? 9Со вспышкой чистейшей радости 9Магрудер увидел, какую чудесную 9ошибку совершил чужак. 9Поэтому, когда он спросил о названии родной 0планету Магрудера, тот ответил 1- Земля? 9Но чужак думал о нью, Гавая. 9Урила. 9- А нет, – правдиво ответил 1Магрудер, – нас здесь только несколько, тысяч. 0Здесь, – означало, конечно, не югавая. 9- Значит, большинство вашего народа 9бежало с земли? 9- Бежало с земли? – возмущенно 9переспросил Магрудер. 9- Святое 9небо, конечно, нет. 8Мы только колонизировали 9планеты, мы все управляемся 1одним центральным правительством. 2- Сколько вас в каждой колонии? 9- Тагобар 9полностью отказался 9от списка вопросов. 2- Не знаю в точности, – ответил 9Магрудер, – но ни на одной из 9колонизированных нами планет нет 9большего количества жителей, чем 9на земле. 9Тагобар был ошеломлен. 1Он немедленно 8отключился от допросной. 9Зендоплит был расстроен. 9- Вы допрашиваете не по руководству, – жалобно сказал он. 2- Знаю, знаю. 8Но вы слышали, что он сказал? 9- Слышал. 8- Голос у Зендоплита 9был унылый. 9- Неужели это правда? 9Зендоплит выпрямился во весь 9свой пятифутовый рост. 9- Ваше великолепие, вы можете 9отклоняться от руководства, но я 9не позволю вам сомневаться в работе 9детектора правды. 9Реальность, это 2правда, значит, правда, это 9Реальность, Детектор не ошибался 6- с. с. одним словом, никогда. 8- Знаю, – поспешно сказал Тагобар. 9- Но 0понимаете ли вы значение 9того, что он сказал? 9На его 6родной планете живет несколько 6тысяч обитателей, 0на всех колониях, меньше… 7А его раса насчитывает 0несколько миллиардов. 8Это 7значит, что они заняли около десять 7миллионов планет. 9- Я понимаю, 6что это звучит 7странно, – согласился Зендоплит, – но 9детектор никогда не лжет. 2- Тут 0он вспомнил, к кому обращается, 9и добавил, – ваше великолепие. 9Но Тагобар не заметил нарушения 9этикета. 9- Это совершенно правильно. 9Но, как вы сказали, тут есть что-то 9странное. 4Мы должны продолжить 8расследование. 0- Звездочка-звездочка 9Голос Тагобара сказал 9- Согласно нашим расчетам, ва 8этой галактике мало пригодных для 7жизни планет. 8Чем объясняется то, что вы здесь показали? 9Быстро переменив в точку зрения 9Магрудер подумал о Марсе, находящемся 9на расстоянии многих световых 9лет отсюда. 9На Марсе до Улгли 9Время существовала научная станция, 9но он чертовски далеко и 9непригоден для жизни. 4- Мой народ, – осторожно произнес 9он, – способен жить на планетах, 9где климатические условия 9сильно отличаются от земных. 9Не успел-то Гобар спросить еще 9о чем-нибудь, как у землянина 9мелькнула новая мысль. 5Тысячедюймовый 9телескоп на Луне обнаружил 9с помощью спектроскопа крупные 9планеты в туманности Андромеды. 9- Кроме того, – смело продолжал 9эт, – мы нашли планеты в других 9галактиках, кроме этой. 8Вот. 6Уж этот у запутает их. 9Звук снова был выключен, и 7МакГрудер видел, что оба чужака 9горячо заспорили. 9Когда звук появился 9снова, Тагобар заговорил о 2другом 9- Сколько у вас космических 6кораблей? 8МакГрудер раздумывал над этим 8целуя долгую секунду. 9На Земле 9Есть десяток звездолетов, недостаточно 9чтобы колонизировать 9десять миллионов планет. 9Он попался? 9Нет! 9Погоди! 9На Гавы и каждый 9полгода прилетает корабль с припасами. 9Но на Гавы и нет своих кораблей. 9- Космических кораблей? 9- простодушно 9переспросил МакГрудер. 5- У-у-у, нас их нет! 0- Звездочка-звездочка 9Тагобар-Верф снова выключил 9звук и на этот раз даже сделал 9стену непрозрачной. 9- Нет кораблей! 9Нет кораблей! 9Он солгал. 9Я надеюсь? 9Зендоплит мрачно покачал головой 9- Это абсолютная правда! 9- Но! 9Но! 9Но! 9- Вспомните, как он назвал 9свою расу, – тихо произнес психолог. 9Тагобар замигал глазами очень 9медленно. 9Когда он заговорил, его 9голос был хриплым шепотом. 9- Существами с великой силой 9мысли. 9- Вот именно, – подтвердил Зендоплит. 0- Звездочка-звездочка 9МакГрудер долго сидел в допросной, 9не видя и не слыша ничего. 9Поняли они или нет то, что он 9сказал. 9Начали понимать, что он 9делает. 9Ему хотелось скрысть ногти, 9кусать руки, рвать волосы, но 9он заставил себя сидеть спокойно. 9До конца еще далеко. 9Стена вдруг снова стала прозрачной. 9- Верно ли, – спросил Тагобар, – что 9ваша раса способна передвигаться 8в пространстве единственно 7силой мысли? 9На мгновение МакГрудер был ошеломлен. 9Это превосходило самой 7смелой его надежды. 9Но он быстро 9овладел собою. 9- Как человек ходит? – подумал 9он. 9Верно, что, используя силы 7разума для управления физической 7энергией, – осторожно произнес 9он, – мы способны передвигаться 9с 0место на место без помощи звездолетов 7или других подобных машин. 8Тутчас же стену снова закрыли. 0- Звездочка-звездочка- 0Тагобар медленно обернулся и 9взглянул на Зендеплейта. 9Лицо у 9психолога стало грязно-красным. 9- Кажется, лучше будет созвать 9офицеров, – медленно произнес он. 9- Нам 9попалось какое-то чудовище. 0Минуты через три всей двадцать 9офицеров огромного 9верфа 9собрались 9в кабинете психологии. 7Когда 9они пришли, Тагобар скомандовал 9- Вольно, и затем обрисовал положение. 9- Ну, – сказал он, – что вы 9предлагайте. 9Они совсем не чувствовали себя 9вольно. 8Они выглядели напряженными 9как тетива лука. 1Первым заговорил лейтенант 9Пеликвеш 0- Что сказано в общей инструкции 9Ваше великолепие? 9- В общей инструкции сказано, – ответил 9Тагобар, – что мы должны 9в случае необходимости защищать 9свой корабль и свой народ. 9Способы для этого предоставлены 9на усмотрение командира. 9Наступило довольно неловкое 1молчание. 9Потом лицо лейтенанта 9Пеликвешу несколько прояснилось. 0- Ваше великолепие, мы можем 2попросту сбросить на эту планету 1разрушительную бомбу. 9Тагобар покачал головой. 8- Я уже думал об этом. 8Если 0они могут передвигаться в пространстве 1одной силы мысли, то они 9спасутся, а потом отомстят нам за 9уничтожение одной из своих планет. 9Все помрачнели. 9- Погодите минуточку, – сказал 9Пеликвеш. 9- Если он может передвигаться 1одной силой мысли, то 5почему он не ушел от нас? 0- Звездочка-звездочка 9Магрудер увидел, что стена 9становится прозрачной. 9Комната 9за нею была теперь полна чужаков. 9У микрофона стоял этот тагобар 9большая шишка. 9- Нам хочется знать, – сказал 9он, – почему, будучи в состоянии 9Уйти куда угодно, вы остались 9здесь? 1Почему вы не бежите от 9нас? 9Опять необходимо быстро соображать. 9- Невежливо со стороны гостя, – сказал 9Магрудер, – покидать хозяев, 9не окончив своего дела. 9- Даже после того, как мы 9гм! наказали вас. 9- На мелкие неприятности можно 9не обращать внимания, особенно 9если хозяин действовал по глубочайшему 9неведению. 2Кто-то из подчиненных тагобара 9прошептал что-то, кто-то заспорил, 9и тогда послышался новый 8вопрос, должны ли мы полагать судя 9по вашему ответу, что у вас нет 9на нас обиды? 2- Кое-какое есть, – откровенно 8ответил Магрудер. 9- Однако я обижен 9только лично на ваше высокомерное 9обращение со мной. 0Могу 9заверить вас, что мой народ в целом 9ничуть не обижается ни на ваш 9народ в целом, ни на кого-либо из 9вас в отдельности. 2- Играй крупно, Магрудер, – сказал 7он себе. 8- Ты уже сбил их 9надеюсь? 9Снова с пары за стеной. 9- Вы говорите, – спросил тагобар, – что 9ваш народ не обижен на 9нас. 8Откуда вы это знаете? 9- Я могу это утверждать, – ответил 9Магрудер. 8- Я знаю, без 7всякой тени сомнения, в точности, что каждый из моего народа думает 9о вас в эту самую минуту. 2Кроме 2того, разрешите напомнить вам, что мне пока еще не причинили 9вреда, им не на что сердиться. 9В конце концов вас ведь еще не 9уничтожили. 0Звук выключен. 9Снова горячие 9споры. 9Звук включен. 1- Есть предположение, – сказал 5тагобар, – что несмотря на все 9обстоятельства, мы были вынуждены 9взять в качестве образца вас 8и 6только вас. 8Есть предположение. 6Что вы были посланы нам навстречу. 8Ох, братцы! 7Теперь нужно быть 9очень, очень осторожным. 0- Я, только очень скромный 9представитель своей расы, – начал 9магрудер, главным образом чтобы 9выиграть время. 9Но погодите. 8Разве 7он не внеземной биолог? 9- Однако… 9С 0достоинством продолжал 9он, – моя профессия состоит в 2том, чтобы находить инопланетные 7существа. 7Я должен признать, что 7меня назначили на эту работу. 9Тагобар, казалось, 9встревожился 9еще больше. 9- Это значит, что вы знали о 6нашем прибытии? 7Магрудер подумал секунду. 8Еще 8столетие назад было предсказано, 9что человечество в конце концов 9может встретиться с инопланетной 7расой. 0- Мы давно уже знали, что вы 9придете, – спокойно сказал он. 8Тагобар был явно взволнован. 0- В таком случае вы должны 7знать, где находится наша планета. 9Опять трудный вопрос. 9Магрудер 9взглянул сквозь стену на Тагобара 9и его подчиненных, нервно столпившихся 7в комнате. 0- Я знаю, 9где вы находитесь, – произнес 9он, – и я знаю в точности 9где находится каждый из вас. 9По ту сторону стены все разом 9вздрогнули, но Тагобар держался 9крепко. 0- Где же мы расположены? 0- Звездочка-звездочка 9На секунду Магрудер подумал, что они выбили, наконец, почву 0него из-под ног. 9А потом нащел 9самое лучшее объяснение. 8Он так 0долго старался увиливать, что 0почти забыл о возможности прямого 8ответа. 8Он с состраданием взглянул на 9Тагобара. 9- Связь с помощью голоса слишком 9неудобна. 7Наша система координат 9будет вам совершенно непонятно 9а вы не захотели научить 9меня своей, если помните? 9- Это 2было сущей правдой, Дэл и не настолько 2глупы, чтобы рассказывать 2образцу о своей системе координат 7следы могут привести к их 2планете, кроме того, это было 1запрещено общей инструкцией. 2Снова переговоры за стеной. 9Тагобар заговорил снова 0- Если вы находитесь в телепатическом 6контакте со своими тавришами, 8то можете ли читать и в 6наших мыслях? 9Магрудер надменно взглянул на 9него. 9- У меня, как и у моего народа, есть свои принципы. 8Мы не 8проникаем в чужой разум без приглашения. 9- Значит, и весь ваш народ 8знает местонахождение нашей базы? 0- Жалобно 9спросил Тагобар. 9Магрудер ответил безмятежно 8- Заверяю вас Тагобарверф, 9что каждый член моей расы на каждой 6из принадлежащих нам планет 9знает о вашей базе и ее местонахождении 9Ровно столько же, сколько и я. 0- Кажется невероятным, – сказал 8Агобар через несколько минут, – что 9ваша раса до сих пор 9не имела контакта с нами. 6Наша 1раса очень древняя и могучая, и 6мы захватили планеты на доброй 7половине галактики, и все же мы 8ни разу не встречали вас и не 7слыхали о вашем народе. 8- Наша политика, – ответил 7Магрудер, – состоит в том, чтобы 7стараться не обнаруживать своего 9присутствия. 9Кроме того, у нас 9нет споров с вами, и мы не имели 9никакого желания отнимать у вас 7ваши планеты. 1Только когда какая-нибудь 1раса становится глупой 8неразумно воинственной, мы берем 9на себя труд показать ей свое могущество. 2Это была длинная речь, быть 6может, слишком длинная. 4Держался 6ли он строгой истины? 1Один взгляд 7На Зиндоплита сказал ему это, главный психолог не отрывал своих 4черных бусинок глаз от стрелки 6прибор его все время беседая 7выглядел все более и более озабоченным 8по мере того, как прибор 6указывал ему на неизменную правдивость 7ответов. 9Тагобар был положительно 1стревожен. 2По мере того как Магрудер 1привыкал к чужакам, он все 9более и более мог читать по их 1лицам. 2В конце концов у него было 1большое преимущество, они сделали 2ошибку, выучив его своему языку. 8Он знал их, а они его не знали. 9Тагобар сказал 8- Значит были другие расы. 9Гм? 9Которые вы покарали? 9- За мою жизнь этого не было, 9ответил 6Магрудер. 9Он подумал о 9не о дертальцах и добавил, 6- До меня 2бала раса, бросившая нам вызов. 1Она не существует больше. 4- За вашу жизнь? 1Каков же ваш 8возраст? 9- Взгляните на ваш экран, на 9планету внизу, 8- торжественно 8произнес землянин. 9- Когда я родился, 9ничего из того, что вы видите, 9на земле не было. 9Материки 9на земле были совсем не такие. 9На земле, на которой я родился, есть обширные полярные шапки, 9взгляните вниз, и вы их не увидите. 9И мы не сделали ничего, чтобы 9изменить планету, которую вы видите, все изменения на ней прошли, путем длительного процесса геологической 8эволюции. 9- Брик. 9- Этот странный звук 5вырвался у Тагобара как раз в тот 7момент, когда он выключил звук м 9стену. 9- Совсем как старый фильм в кино, – подумал Магрудер. 9- Звука нет, и картина все время рвется. 7Стена больше не делалась прозрачной. 7Вместо этого примерно через 7полчаса она беззвучно скользнула 9в сторону, открывая весь 9офицерский состав, верфа, стоявший 9на вытяжку. 9- Вольно, стоял только Тагобар, 7Лорнемискулюсверф, Баргакс Фенегвиснака, 8И даже теперь его лицо 9казалось не пурпурным, чем 8всегда. 8- Эдвин Питер Сентября Джон Магрудер, – торжественно заговорил он, – в качестве командира этого корабля, 2Нобеля Великой Империи и представителя самого Императора, мы желаем предложить вам свое искреннее гостеприимство. 9Действуя под ошибочным впечатлением, будто вы представляете собою низшую форму жизни, 9мы обращались с вами недостойно и в этом смиренно просим у вас извинения. 9- Не стоит, – холодно произнес 9Магрудер. 9- Теперь вам остается 9только опуститься на нашу планету, 9чтобы ваш народ и мой могли 9договориться 9к нашему взаимному 9удовлетворению. 0- Он окинул их 9взглядом? 9- Вольно, – добавил он 5повелительно. 8- И принесите мою 8одежду. 9Что именно станется с кораблем 8и с чужаками, когда они опустятся, 8он не был уверен, придется 9предоставить решение президенту 9планеты и правительству Земли. 0Но 9он не видел больших трудностей 9впереди. 0Когда верф 9опустился на поверхность 9планеты, его командир 9пододвинулся к Магрудеру и смущенно 9спросил 9- Как вы думаете, понравимся 7ли мы вашему народу? 1Магрудер бегло взглянул на детектор 9- Лжи. 9Детектор был выключен. 9- Понравитесь ли вы? 6Да в вас 6просто влюбиться. 9Ему до тошноты надоело говорить 9правду. 10л. 9- Три, 10л. 9- Три, 9- Три, Продолжение следует...